Что изучает биология? Слово биология состоит из двух греческих слов. Биос, жизнь и логос, учение, наука. Биология – это наука о живой природе. Взгляните в окно, и вы наверняка сразу увидите представителей живой природы. Возле дома растут деревья, кустарники, травы, летают птицы-насекомые. Даже эти обычные существа ставят перед любознательным человеком немало вопросов. Знаем ли мы их точные научные названия? Понимаем ли, как устроены, как дышат и питаются растения? Известны ли нам все тонкости поведения птиц и насекомых? Попробуйте теперь представить другие проявления жизни, все то, чего нет сейчас перед глазами. В вашем воображении наверняка проплывут удивительные картины живого мира, холодной тундры и жаркой пустыни, высоких гор и таинственных морских глубин. Пройдет парад медведей, тигров, слонов, орлов, ежей, бегемотов, обезьян, дроздов, кошек и собак, крокодилов и лягушек, окуней, щук, жуков и бабочек, ос, пчел и мух, берез, сосен и эвкалиптов, тюльпанов, колокольчиков и орхидей, мухоморов, рыжиков и волнушек. Что и говорить у ученых-биологов, хозяйство обширное. Биологи изучают разнообразие живых существ, строение их тела, работу различных органов, размножение и развитие организмов. Их связи друг с другом и с неживой природой. Кроме того, они изучают влияние людей на живую природу, разрабатывают способы ее охраны. Понятно, что никому из ученых не под силу заниматься всеми этими вопросами сразу. Поэтому биология подразделяется на множество разделов или биологических наук. Всего их более трехсот, но мы назовем только основные разделы. Рисунок номер один. Разделы биологии. Биология и разделы. Ботаника, зоология, микология, микробиология, цитология, анатомия, физиология, генетика, экология. Изучением растений занимается ботаника. Название этой биологической науки происходит от греческого слова «ботаны», что значит «трава растения». Раздел биологии следующих животных называется «зоология», от греческого «зоон» – «животные». Изучением грибов занимается микология, от греческого «микес» – «гриб», а изучением микроорганизмов – микробиология, от греческого «микро» – «смалый». Мы перечислили биологические науки, изучающие отдельные группы организмов, но есть и такие разделы биологии, которые исследуют общие свойства живых существ. Установлено, что организмы состоят из мельчайших живых частей клеток, которые можно увидеть в микроскоп. Изучением клеток занимается цитология, от греческого «цитос» – «клетка». Строение организмов изучает анатомию, от греческого «анатомия» – «рассечение», а их жизнедеятельность – дыхание, пищеварение и так далее, физиология, от греческого «физис» – «природа». Всем, конечно, хорошо известно, что при размножении организмов потомство похоже на родителей. У кошек рождаются котята, а не слонята. Из желудей вырастают дубы, а не розы. Родители передают потомству свои особенности по наследству. Это свойство организмов называется наследственностью. Его изучает одна из биологических наук генетика, от греческого «гена» – «срод происхождение». В связи организмов с окружающей их средой исследует экология, от греческого «экосдом». Каждый ученый-биолог чаще всего специалист в какой-нибудь одной области науки. Например, изучает растения или животных, или наследственность организмов. Более того, биологами накоплено так много знаний о живой природе, что, к примеру, даже зоолог не может знать все-все о животных. Как правило, он занимается изучением каких-то определенных животных, скажем, насекомых, или рыб, или птиц. Если в будущем кто-то из вас станет ученым-биологом, то, вероятно, тоже выберет для себя какой-нибудь из разделов этой науки. Тот, который особенно полюбит. Но прежде ему, как и любому другому биологу, нужно будет изучить основы всех биологических наук. Биология – это наука о живой природе. Она подразделяется на разделы или биологические науки. Среди них ботаника, микробиология, зоология, цитология, анатомия, физиология, генетика, экология и другие. Продолжение следует...